Итак, а мы переходим к следующему оратору. У нас этим оратором был Алексей. Я с удовольствием приглашаю Дарью для того, чтобы осуществить оценку. Алексей, у нас рядом есть оценка. Да, я, извините, пожалуйста, Диана. Так, добрый вечер, дорогие друзья, мастер работы нашего футбола и, конечно же, Алексей. Сегодня мы с вами стали свидетелями бизнес-речи Алексея, посвященный управленческим поединкам. Основной целью этой речи было сделать новый проект или повторить предыдущие с учетом замечаний, полученных от предыдущего рецензента. Согласно информации от Алексея, он их старался учесть. Эти замечания были неестественная жестикуляция, хаотичное движение по оценке и не очень выразительная речь. С вашего позволения, первые два замечания я объединил в одно и в двух язык жестов и обозначил, что же Алексей сегодня сумел добиться по этому пункту. Я заметила, что в этот раз Алексей уделил особое внимание чайных жестов руками и поиспользовал их в разных элементах речи. Для обозначения количества, для обозначения прогресса, для обозначения оппонентов, примерно такой же, и для обозначения образца, который прилетит к нам из прошлого. То есть Алексей старался и объявил свою речь, эти жертвы, это очень здорово, спасибо, что вы учли документацию предыдущего рецензента и объявили их свою речь. Что можно улучшить именно в этом вопросе? Это, первое, старое положение рук в вашем течении всей речи было примерно на 10. То есть руки на уровне живота, клоки сомкнуты, то есть это неестественное положение рук, руки должны быть опущены и подниматься только тогда, когда вы делаете жесты. Любите за этим в следующий раз. И второй момент, это ширина жестов. То есть для первого, так сказать, работы жестов это здорово, но жесты, естественно, лучше делать широкими, использовать всю вашу руку. То есть постарайтесь в следующий раз попробовать работать и над этим. Движение по сцене. По сравнению с прошлым проектом, мы здесь тоже постарались его применить. Насколько я помню, в прошлый раз вы просто стояли на одном месте. То есть сегодня было небольшое движение, но не очень много. Движение мы применяем для чего? Для того, чтобы какие-то логические блоки вашей речи обозначили для аудитории, чтобы она немножко скидывалась логическими блоками. Я вам предлагаю все же сначала сконцентрироваться все-таки на жестах, завести их до более уверенного использования, а уже потом перейти к передвижению константа, потому что, на мой взгляд, жесты гораздо больше добавляют какой-то эмоциональный составляющий. Теперь идем дальше. Не очень выразительная речь. Я вот так сходу для себя не смогла даже понять, что это значит, поэтому мы учились в Google. Значит, в Google написано, что выразительность речи – это одно из коммуникативных качеств речи, концентрированное на обеспечении полноценного и эстетически привлекательного восприятия, причем особой организации речи и текста. То есть для меня эта структура. С точки зрения темы, которую вы подобрали для речи, она была подобрана хорошо, она очень полезна. Она коррегирует с темой всей встречи. Она наверняка полезна всем темой, кто сегодня здесь присутствует. То есть пусть все, я думаю, хотя бы кто-то, где многие заинтересовались физическими поединками, но нужно поработать над структурой. Крупноблочно все понятно в нашей речи, можно выделить четко описание, что такое поединки, как их в своих жизнях применять, почему они понравились, конкурс и некоторые развлечения. Но именно четкого определения этих блоков не было. То есть у вас было перемешано то описание, что это такое, то, почему вам это нравится, то конкурс, то основное описание, то есть нужно более четко выделять. Сначала описание. Ну, вернее, сначала в день, в таком описании, далее вы говорите, например, почему я хочу эти бродинки, почему они мне нравятся, потому что я их занимаю в работе, в жизни, там-то. Потому что я хочу участвовать в конкурсе, это классно, это мне говорят. А если вы в сфертуру хотите участвовать в конкурсе, то вот, приходите в октябре вместе со мной. То есть более четко выделять структурные блоки, и именно структура дает вашей речи наиболее, наибольшую связь с тем, что аудитория вас хорошо понимает. В заключение, хочу сказать, что то, что вы учли, как вы слушали с кондентом, это очень здорово. В связи с тем, что вы действительно хотите развиваться, пришли сюда, чтобы развиваться, расти как спикер, и я желаю вам дальнейшего развития. Петяна, спасибо тебе большое за столь всеобъемлющую акценту. Наверное, два комментария с моей стороны. В первую очередь, было интересно послушать твое восприятие того, что такое выразительность речи. Вышли проконкуртировалась у господобого угла. Однако, твое восприятие было достаточно длинным, и оно проводило достаточно много времени. Соответственно, ты очень сильно говорила о твоей рамке. Поэтому, вытекающее следующее пожелание, все-таки, пожалуйста, следи за временем. Недавно Наташа так активно нам говорила о том, что время равняется уважению. Так что, пожалуйста, будь уважительна к своему другу. Спасибо.